В микрорайоне пятая площадка после непродолжительной погони автоинспекторы задержали водителя Тойоты Премио, подозреваемого в нетрезвом вождении машины. Автолюбитель с 4 часа утра отказался останавливаться для проверки в районе 19-й школы. Полицейские немедленно пустились по его следу. Остановился автохулиган лишь на Цветовой улице напротив Дома культуры. Ну и закончив гонку, финишировавший лидер не торопился получать лавры победителя. Засел в машине. Моя Премио, моя крепость. Товарищ водитель, смотрите, двое гражданских, двое гражданских. При них сейчас буду вас спрашивать, что просить, что вы вышли из машины, потому что состояние опьянения, угрозу жизни и здоровью граждан создаете. Если вы откажетесь выходить, буду применять физическую силу, вынужден буду распилить ваше запирающее устройство дверь и вытащить силой. С полицейскими нарушитель контактировал для вида, шел только на минимальное сотрудничество. Документы предъявил через стекло, из них стало ясно, что он на самом деле хозяин Тойоты. Мужчина, похоже, искренне верил, что патрульным надоест его уговаривать, и они уедут в освоятие. После того, как дверь открыли снаружи, возникли сомнения в том, что шофер физически мог покинуть автомобиль. Это тот случай, когда, говорят, поехал, потому что ходил плохо. Вышли! Вы дизайнеры! Вы дизайнеры! Вы дизайнеры, говорю! Задержанного усаживают в патрульную машину, предлагают пройти тест, водитель упрямится. Опасается, что его трезвость будет истолкована превратно. Вы пили-то много вообще? Вообще не пили. А? Вообще не пили. Не пили? Нет. Так давайте продумем, а что ничего не покажет тогда? Возможно. Ну так давайте, а что мы ерундой занимаемся? А может покажем. В итоге от прохождения свидетельствования 41-летний водитель отказался. По решению суда это обойдется ему в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав. Машину увезли на арестплощадку, домой беглец выдвинулся пешим порядком. С места происшествия Кирилл Новиков, Анна Карпова и Павел Рогатин. Кирилл Новиков, Анна Карпова